Что-то славы нету с нами. Что, благословляйте сейчас рулетку? Давайте с Богом. Говорили, а мне он скинул, говорит, сегодня братьям наших не будет в интернете, в рулетке. Наверное, как-то заняты или что. Ну всё тогда, давай. Я сейчас с одним узбеком говорил, мальчишка, 18 лет, до того хороший. Ну всё, с Богом. С Богом. Спаси Христос. Скажи, тот врач у меня. Мир вам. Так, дайте мне эту тампончик, я встану, гляну на него. А всё нормально? Ну, я встану. Вставайте. Типа течёт сейчас там у меня. Не-не-не, пусть течёт, пусть течёт, ничего не надо, пусть течёт. Не трогайте ничего. Всё, не надо, не надо. Ну подожди. Пусть вытекает. Идите там сейчас. Ну я посуду пройду, послушай, я ещё делаю, я покажу. Нос, только нос. А тут не трогайте ничего. Нет, я не трогаю, я показать хочу как, чтобы знал ли. Вот веди. Вот эту вот, я прилагаю сюда. А эту натягиваю вот так вот. Я поняла. Вот я увидела там, 17 мгновений весны там делаю так, гляди. Я ничего не делаю, чтобы мне только оттуда, ну, ничего не вытекало. Дальше я вот так вот передавляю и на этом всё. Хорошо. Ну и что? Здесь надо сейчас, закрутила, да? Надо второй обязательно. Ну, второй-то зачем? Чтобы зараза сюда не перешла. А, перейдёт. Перейдёт. Совершенно нормально. Нет, надо обязательно. Всё, это же. Да, ложитесь. Ну, подожди маленько. Подождёте, Никита. Подожди, Никита. Так, добрый день. Тебе слышно меня? Тебя не слышно, голоса нету. Не видно, только губы шевелятся и всё, не слышно. Ни одного слова нету. Я видишь какой? Не могу, у меня повредился глаз. Я только сейчас приехали, привезли меня из поликлиники. Ничего нету. Ты ладно, приготовь всё там, что тебе надо. Да и только в нужное время. А ты ночью начал звонить. Зачем же ты это? Я же говорил тебе, с четырёх Москвы до четырёх Москвы. Тут легко запомнить. Не раньше. Ну, всё тогда. Всё, я отойду сейчас. Прости. Не слышно, разберись там с аппаратурой. Что она у тебя? Всё, с Богом. Ложитесь. Не посещение сергиевских храмов осуждал хуление неразумных хулителей и говорил, что он сам в случае смертной нужды исповедуется и причастится у сергиевского священника. Приходится также напомнить нежелающим смешивать чистую воду с мутной о том, что православная церковь ещё во втором веке осудила тех людей, которые не могли допустить пребывания в святой церкви без грешного Христа и грешников. Эти люди, новоциане, упрекали церковь за принятие в общение падших во время гонений. Не будем же мы уподобляться ни фарисеям, ни еретикам новоцинам. В течение 75 лет русская зарубежная церковь соборно не определяла, что такое сергианство. Были определения отдельных лиц, часто очень расходящиеся друг с другом, но соборного общепринятого определения не было. Покойный архиепископ Иоанн, всеми у нас уважаемый и любимый, говорил так. Официальная церковь в России, конечно, благодатна, хотя отдельные архиереи ведут себя недостойным образом. Русская православная церковь никогда соборно не объявляла церковь в России безблагодатной. Архиепископ Антоний писал, слепые фанатики и неразумные ревнители могут быть недовольны только тем, что иерархи наши РПЦЗ никогда не утверждали, что МП безблагодатная, лишена благодати Божией. В силу чего мы принимали всегда в нашу церковь архиереев и священников из МП в сущем сане. Мы верим и знаем то, что любовь Божия пребывает с многострадальными христианами нашей Родины. И даже с теми, которые ищут ее у официально признанных властью священнослужителей и в храмах МП. Если же церковь в России была неканонической, раскольничьей и... Благодать Божия прекратила действовать на Руси. Блаженный митрополит Анастасий, 1953 год. Цитата. Признаем ли мы в принципе действительность рукоположения теперешнего патриарха Алексия I и его архиереев? Но можем ли мы ставить их под вопрос? Тогда мы должны объявить всю церковь без таинств. Говорят, что патриарх Алексей больше погрешил, чем его предшественник. Больше он погрешил или меньше, но мы его рукоположение не отрицаем. Много говорилось об их апостасии, но надо быть осторожными. Прямое обвинение в апостасии едва ли можно сделать. Они нигде не утверждают без Божия. В печатаемых проповедях они стараются держаться православной линией. Они принимали и принимают очень строгие меры по отношению к обновленцам. А с патриархом Тихоном связи не рвали. На четвертом всезарубежном соборе также не был поставлен, как условие для единства с церковью в России, выход из Всемирного Совета Церквей. Было выражено в Церкви в России пожелание о таком выходе. Из обсуждений на соборе видно, что участие РПЦМП во Всемирном Совете Церквей вызывает смущение среди нашего клира и пасты. Мы с сердечной болью просим в священном начале РПЦМП внять мольбе нашей пасты о скорейшем устранении этого соблазна. Когда был поставлен вопрос о выходе РПЦМП из Всемирного Совета Церквей, владыка сербской православной церкви ответил, что «экуменизм – это проблема, но не причина, приведшая к разделению между МП и РПЦЗ». Надо сперва лечить причину разделения, а потом уже другие вопросы, как «экуменизм». Митрополит Виталий, 1986 год. В данное время большинство поместных церквей потрясены во всем их организме страшным двойным ударом новостильного календаря и экуменизма. Однако и в таком их бедственном состоянии мы не дерзаем и упаси Господь от этого сказать, что они утратили Божью благодать. Мы провозгласили анафему экуменизму для чад нашей церкви только. Но этим мы очень скромно, но твердо, нежно, но решительно как бы приглашаем задуматься по местной церкви. «В этом роль нашей самой малой, скромной, полугонимой, всегда на чеку, но истинной церкви». Церковное слово, номер 2, февраль 2007 год, страница с 3 по 14, Петр Перекрёстов. Придумали сагу о необходимости быть под одной главой на земле. Папизм злой. Ни те, ни другие, ни слова не говорят о соединении с Господом Богом. Сирахова 3, 15. «Боящиеся Господа не будут недоверчивы к словам Его, и любящие Его сохранят пути Его». 1 Маковейская 13, 6. «Соединились все народы, чтобы истребить нас по неприязни». Деяние 5, 14. «Верующих же более и более присоединялось к Господу множество мужчин и женщин». Во мгле печальных заблуждений, в тяжелом сне душа была, полна обманчивых видений, ее тоска сомненья жгла. Но ты явился мне сурово, сочей души завесу снял, и вещи промолвил слово, и мрак сомненья разогнал. «Явился ты, мой гений грозный, разоблачил добро и зло, и стало на душе светло, как и в ясный день зимы морозной». 1847 год, Некрасов. «Все на сегодня, слава Богу». «Какой заходит сейчас?» «Ким, вы примете его, да?» «Конечно, конечно». «Ну вот он здесь с нами, он помолиться хотел или побеседовать, я не знаю, что говорите». «Молчит». «Сейчас, сейчас, у меня тут интернет, Сергей, вы меня слышите, да?» «Да, да». «Да, да, да». «Ну не видать, у человека, да не видать». «Какой разговор-то?» «Он должен...» «Лазик». «Подождите, я вот это, Сергей, четко слышу, Игнатий Тикевич, ну, вот, вот, Сергей, вот, я у вас это давно, этот, ну, в этой конференции, я сейчас вам объясню, чтобы вы, если вы меня слышите. Я добавился, как, вот, добавился, то, что, это, вот, для меня, вот, ну, вот, старая вера, этот, ну, это, вот, ну, это вера, да, это не какая-то, это серьезная вера, это, и о чем я хочу сказать, то есть, это, то, что, вот, мы в этой конференции, нас было всего три человека, Сергей, ну, потом какая-то, ну, это, Ольга, Ольга была, и вот, нас всего было трое. У вас еще не было, вот, вот, в этой конференции, и, и когда вот так вот я услышал, ну, ну, вообще это, это серьезное, это, это очень серьезное, вот, это старая вера, а то, что вот так вот вы говорите, там, ну, вас послушать, вас не послушать, ну, я это уважаю старость, так вот, я уважаю всего, то есть, ну, вы понимаете, ну, я это, вообще-то, вот, по поводу веры, вот так вот, и по поводу того, что вот вы делаете замечание Сергея, да может быть но в чем-то вы и правы понимаете просто где-то вот так вот потому что человек он ну я я не сужу я не аспортил так вот ну понимать и знаете тихоныч отдельные разговаривать не буду пока фотографии не будет там еще вы скрываетесь это метрофан какой-то греческий видать мы все время мы лице ничего нету старый новый ну и сиди на старых дрожжах старый за 300 лет ни одного благовестника нету нашли кого пример брать во первых я ни на каких не дрожат не стежок вот я вот приобрету камеру я включу камеру вы будете меня это все это фотографии и фамилия я отхожу а у меня это ким 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 это слова нету с нами чем благословляйте чат рулетку давайте с бога говорили а мне на он скинул горит сегодня братьев наших не будет в интернете в рулетке наверно как-то заняты или что ну все тогда давай я щас с одним узбеком говорил мальчишка 18 лет до того хороший все с богом с богом спаси христос а а Продолжение следует...